И всем вновь привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить третьего Ведьмака, и сейчас у нас начнутся кулачные бои. До швабры не так уж далеко, но я сейчас на карте посмотрю ещё, где кто находится, чтобы примерно представлять. А, не все тут в городе, хорошо-то даже на пользу нам. Беловолосый! Этые с кипенными волосами! Опа-опа-опа! Беловолосый! Меня зовут Геральт. Что тебе нужно? Эти твои волосы, этот шрам, это выражение лица, они идеальны! Ты хочешь от меня чего-то определённого или просто восхищаешься моей красотой? Восхищаюсь! Восхищаюсь и жажду! Ты такой грозный, такой мужественный! Если ты пытаешься уговорить меня на свидание вечером, ничего из этого не выйдет. Вечером? Невозможно! Для портрета необходим дневной свет! Портрета? А как иначе? Твой портрет-анфас в полный рост на фоне лучшего пейзажа во всём Тусенте! Попозируй мне! Само собой, за работу ты получишь достойную плату! Ладно, но времени у меня немного. Абсолютно, абсолютно! Мы лишь прогуляемся немного, на холмы, за городом. Идеальный пейзаж станет достойнейшим обрамлением твоей нетривиальной физиономии. Ну, двинулись. Я только заберу из мастерской мольберты и подрамнику. Встретимся около полудня у западных ворот, недалеко от дворца. Оттуда и отправимся. Ну, надеюсь, до полудня я успею со всеми подраться. Да-да, желаю-желаю. Но опять сохранение не работает. Как оно достало? Типа само сохраняется и такое... Давай, рискачем. Будешь участвовать? Не исключено. Ты, мужик, главное крепко не удивляйся. Тут интеллект нужен, не только сила. Швабра, видишь ли, боец, необычный. Швабра? Никогда не слышал такого имени. Не по имени следует оценивать противника. Сударь Швабра отважный дворник. А с силой его удара может сравниться только точность его попадания. Главный на ринге шутник, это я. Ты что не вякнешь, все выйдет херня. Какая еще херня? Ты себя послушай. Ты что такой бледный? Сейчас тебе пендель отмешу победный. Страшно? Боишься? Страшно ударить тебя во всю силу, чтобы венок не тащить на могилу. Страшно, что я побеждаю всегда. Сдайся, пока не облезла пизда. Что за жесть? Лишний раз злить меня не надо. Кончится бой и запросишь пощады. Ну ты, это, да вот, должен признать, умеешь ты словом приложить. Ты выиграл. Мы что, не будем драться? А зачем? Я же говорю, выиграл. Ведьмак победил. Он одолел Швабру его же оружием. Ты меня переболтал. Но это только потому, что я сегодня не в форме. Иначе бы я тебя, ох, как разнес. Да, я очень пень. Побьешь еще двух противников, а потом можно и с мастером драться. Тихий омут обычно где-то в верхнем городе, у переулка рыцарей наживы. А колосс на самой большой площади нижнего города. Ну классно. Сто аренов на халявку. Практически. Че ближе? Ближе. Тихий омут. Еще какой-нибудь боец со странностями. Это че тут? Сейчас подеремся, подеремся. Ну что, сразишься с Тихий омутом? Давай уже, давай! Мне нужно знать, кого я буду охаживать кулаками. Почему этот рыцарь не открывает ни лица, ни имени и не говорит ни слова? Умерь любопытство. Рыцарский обед — это не игрушки. Тихий омут не откроет ни лица, ни герба, пока кто-нибудь его не одолеет. Так будешь драться или нет? Вызываю тебя на поединок. Благородные дамы и достойные господа! Сейчас начнется бой! Ого, настоящий бой. Понятно. А если так? По-моему, тетка по звукам кряхтит. А может и нет. Все, хватит. Дамы и господа! Ведьмак победил в схватке неустрашимого Тихого омута. Что это был за бой? Рыцарь свободен от своего обета и может показать лицо. Сильный у тебя удар. Точный. Поздравляю. Спасибо. Хочешь еще что-нибудь добавить? Про то, что я женщина? А зачем? Тринадцатый век на дворе. Теперь даже трактирщицы никого не удивляют. И не будешь говорить, что драться с бабой не по чести? Так говорят только те, кто боится проиграть женщине. Теперь от поединка с мастером тебя отделяет только колосс. Он сейчас где-то на Сан-Себастьяне, на самой большой площади Нижнего города. Ну, удачи, ребята. А я застрял. А я застрял. Могу понять, для чего у меня этот крюк висит. Все время вижу его, вижу. Но никогда не использую, по-моему. Ну, хоть опыта и не получаю, зато денежка капает. Так, почти прибежали, да? Ну, сейчас, по-моему, темнеет. 7.49. Не могу понять, это рассвет или закат. Скорее всего, рассвет. Тогда я успеваю и подраться на задания с картинами. Пизда, хлоп, хвостатый! Пизда, хлоп, хвостатый! Что отважится? Эй, сударь ведьма, не поверишься ли силой? Нет. О, кажется, этот с виду знатный забияка. Эй, белоголовый, будешь драться с колоссом? Колосс? Интересное прозвище. У него есть имя попроще. А зачем? Колосс это звучит гордо и подходит ему. Ну как, драться будешь? Хорошо, давай драться. Эй, скучно, мне неохота. Я для тебя слишком быстрый. Раз по тебе попаду, и ты уже ляжешь. Какой в этом интерес? Не хочешь драться? Тогда что ты мне голову морочишь? Отнимаешь мое время. Ладно, ладно. Что ты сразу надулся? Ты же ведьмак. Тогда сделаем так. Отобьешь три моих удара, ты выиграл. Только ты сам не бей. Я тебя буду бить, а ты просто закрывайся, ясно? И если у тебя все получится, я тебе еще и ставку уходил. Такой ты щедрый. Нет, я просто знаю, что у тебя не получится. Еще никому не удавалось. Я слишком быстрый. Так что, отобьешь три раза? Идет. Я твои удары без всякого труда отобью. Вот это я понимаю. Наконец, какой-то спортивный азар. Только помни, пока я удар не начал, блока не ставить. Все время в защите стоять. Не по правилам. Ага. Дамы и господа, начинается интереснейшая схватка. Ведьмак принял вызов колосса. Еще бы понять его вызов. Просто блокировать. Вовремя. Сколько мне еще ждать? Сокрывайся! Диа! Слишком быстро для тебя, да? Бецелл. Невероятно! Ведьмак отбил удары колосса! Никому раньше это не удавалось! Твоя доля! Спасибо. Я впечатлен. Много лет такого не бывало. Ты только что получил право вызвать на бой самого мастера. Спроси его в доках. Бизда, желоб! Хвастатый! Бизда, желоб! Хвастатый! Ну, сейчас опять чемпионом стану. Я ни разу за морем не был. Ну, я тут спущусь нормально. Где-нибудь шлепнусь, разобьюсь. Откупание кожа ветшает, и человек умирает. Ну, кстати, тут можно какой-нибудь заданица случайная найти все-таки. Если ты, по-моему, не забегал по своей воле. Мужик-то может быть и гадкий. Да лишь бы бабе было сладко. Да я сохранюсь. Ну, поехали. Последний бой. Как бы мне найти бойца по прозвищу Мастер? Мастер, Маэстро, Непобедимый. По-разному его люди зовут. Это ты тот ведьмак, что повалил троих забияк? Да. Я пришел драться с мастером только. Он же пьяный. Мастер использует алкоголь? Чтоб побороть робость, это очень деликатный человек. По-трезвому он никогда б человека не ударил. Драть с трезвым – это как танцевать без музыки. Ты драться точно сможешь? А, Мастер? Ты же пьяный. А это уж мое дело. Че зря трепаться? У меня водка стынет. Уж драться, а ли где? Да, я тебя вызываю. Ча-ся, у меня свои правила. Я не блюю там, где ем, и не дерусь с теми, кто пить не хочет. То есть? То есть пей, брат, или вали отсюда. Ну что ж, ладно. Господа, Мастер будет драться. Наконец-то. Ну и что, развезет меня от одной кружечки или нормально? Можем начинать. Наверное, тут была не одна кружечка. Ну давай. Че обходишь? Ой. Да что ты делаешь, говно? Давай по-простому. Че-то не складывается у тебя, Мастер. Тише, тише, тише. Ух ты ж, побил меня. Такого столько лет не случалось. Ну и кулачище внушают. Спасибо. Но надо выпить за это дело. Хороший бой. Я тебе так скажу. На самом деле хорошо, что ты меня победил. Будет мне больше времени на любимую забаву. Ведьмак Геральт из Ривии стал новым чемпионом в кулачном бою. Браво! Вот твой приз. Еще и трофей. И опыт тогда ожидали. Не бьешь. Не живет. Ладно. Что у меня там с заданиями. О, портрей 43. Ну тогда я пока не буду его выполнять. Тогда пойдем выполним вечный покой, думаю. Так, тут где-то есть быстрая перемещалка. Сейчас посмотрим. Хотя она тут не сильно нужна. Лошадку вызову. Ох, лишь бы вовсе не врезаться. Хотя, думаю, такое невозможно. Оп, отрезвел прям сразу. Почти. Наверное. Ну вот. Тут еще и скакать быстро нельзя замечательно. Я до сих пор не нашел чувака, который тут должен делать, типа, самую лучшую броню. Хотя он, по идее, должен быть где-то тут. Надо будет потом узнать, где он. Ну, если, конечно, не найдем. Пока все-таки тут бегаем. Все-таки вот там вот, возможно. Хотя тут два значка брони. Один тут, другой там. Зайду, посмотрю. Мало ли. Да пейрак пейрак пал жертвой собственный труд. Нет. Привет. Ведьмак. Из школы волка. В Тусенте. Привет. Я Лазарь Лафар. Геральт из Риви. Откуда столько радости? Есть работа? А то. И речь не об охоте на чудовищ. Но тебе будет интересно. Я кузнец. Недавно уже разыскиваю чертежи ведьмачьего доспеха невероятной прочности. Уровня великого мастера. Что-то слышал о таких, но никогда не видел. Думаю, они утеряны. А вот и не совсем. Мне повезло узнать, что их владельцы приехали в Тусент. Увы, они погибли, но я знаю где. Теперь мне осталось найти напарника для поисков. Если знаешь, где искать, то почему сам туда не сходишь? Я похож на бывалого авантюриста. Не забей. К тому же, кто будет выполнять заказы моих клиентов, если я уйду на поиски? Нет. Я лучше доверю это дело кому-нибудь более опытным. Принеси мне чертежи, а я тебе выпую, что захочешь. Все эти чертежи каким-то образом оказались в Тусенте. Как это вообще возможно? В Тусенте некогда жил легендарный эльфский кузнец Тиенса Эль. Он давно уже умер, но когда-то ведьмаки со всего света приезжали к нему, чтобы заказать себе доспехи. Слышу. Говорят, он был самым лучшим. Такая и работа стоила фантастических денег. Ведьмаки брались за сложнейшие задания, чтобы заплатить за его творение. Некоторым не повезло, и теперь их чертежи гниют вместе с их бренными останками. Я понял. Где останки, там у чертежей. Только как понять, где искать останки? Так случилось, что я был в учениках у Тиенса Эля. И все истории о погибших ведьмаках знаю из первых рук. То, что он мне рассказал... Скажем, это отбило мне охоту самому искать чертежи. Давай так договоримся. Я расскажу тебе все, что знаю, а ты найдешь чертежи и позволишь мне их скопировать. Как так получилось, что эльфский мастер взял ученики человека? Мой отец ковал доспехи, а я с детства ему помогал. Мастер Тиенса Эль как-то увидел мою работу и предложил пойти к нему ученики. Только теперь, спустя многие годы, я понимаю, какая это была честь. Увы, мой учитель погиб во время погрома. Он научил меня всему, что знал. Но мне не удалось при его жизни сдать экзамен в гильдии и самому стать великим мастером. Я знаю, что в этом ремесле мне нет равных. Но пока я не выпую ведьмачий доспех, достойный великого мастера, я не буду уверен, что стал равен учителю. А я без понятия, какой на мне сейчас. По-моему, на мне кота, но я должен удостовериться. Дай, дай, дай. Проверю. Змеи. Ага. Не, ну можно делать и грифона, но по-моему будет сложно. А змея там вообще была? Где мы искать? Конечно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, их нету. Класс, класс, вообще огонь. Обожаю. Ну, спасибо. Придется с самого нуля делать броню грифона чувство. Ну, ладно, давайте мантикор, почему нет? Школа мантикоры. Я мало что о ней знаю, хотя приходилось носить выкованные для этой школы доспехи. Учитель говорил, что крепость мантикора была далеко на востоке. Лет сто назад оттуда приехал один ведьмак, некий Мертен. Он произвел нехорошее впечатление на моего ученика. Вонял, как краснолюцкая виногурня, и все время лез в драку. Тиен Саэль захлопнул дверь у него перед носом и сказал вернуться, когда потрезвеет. Он не вел гейл с пьяной. А ведьмак так и не вернулся. Люди говорят, что он с пьяну сцепился с княжеской гвардией. Его арестовали и тут же казнили. Тюрьма Бастой, где его держали, уже давно разрушена. Но, может, оттуда стоит начать поиски? Можно и остальные все узнать. Ну, почему нет? Давай рассказывай. Уже ведьмаке из школы волка. Его звали Адон. Я хорошо его помню. Учитель даже помог ему найти трудный, но хорошо оплачиваемый заказ. Незадолго до того, в Тусент прибыли археологи из Костель-Гропиана. Они расспрашивали учителя о бельфских руинах Пермеси. Он предупредил их, что места там опасны, и посоветовал нанять Адона охранникам. Не знаешь, какие опасности он имел в виду? По легенде, в подземельях Термеса обитают призраки. Не знаю, правда ли это. Но оба ученых и ведьмак сгинули без следа. Расскажи о ведьмаке из школы Грифона. Он приходил лет двести назад, но учитель хорошо его помнил. Этот ведьмак не был так эмоционален, как многие его коллеги. Он взял какой-то заказ в форте Усан, и ему было нужно снаряжение получше. Он показал учителю чертежи, внес задаток, и больше его не видели. Говорят, однажды ночью он выехал из форта и не вернулся. А куда он мог поехать? Говорят, он очень торопился, так что, может быть, в спешке что-то оставил. Стоит поискать в Усаре, хотя теперь форт лежит в руинах. Расскажи о ведьмаке из школы Кота. Год назад княжеский бронник Голанэ обратился ко мне с просьбой подтвердить подлинность присланного ему ведьмачьего чертежа. Он работал над новым доспехом для гвардии. А какой-то ведьмак из школы Кота хотел продать ему чертежи полного снаряжения, что было бы очень кстати. Это действительно был ведьмачий чертеж? Вне всякого сомнения. Жаль, Доланэ не разрешил мне его скопировать. Он был очень взволнован. Боялся, что ведьмак просто убьет его и заберет деньги. Не исключено, что боялся он не зря. Вскоре после этого Доланэ исчез без следа. Я бы поискал зацепки в него доль, но его жилище пришло в запустение, и теперь туда и зайти-то опасно. Расскажи о ведьмаке из школы медведя. Он появился вскоре после того, как мастер Тиен Саэль взял меня в ученики. Я помню огромного ведьмака с медальоном в виде медвячьей головы. Он торговался, как базарная баба. У ведьмаков не бывает лишних денег. Да, и этот явно не был богат. Но он обещал, что скоро получит нужную сумму. Он взялся за заказ на винограднике Туфо, где дом развалился. Время прошло, медведь так и не вернулся, а учитель отправил меня в имение Туфо. Оказалось, ведьмак действительно принял заказ. Но больше о нем никто ничего не слышал. И это все, что я знаю. Окей. Бывай. Удачи на пути! Чтобы перебить членов исторического общества Тусэнта. Жители, остерегайтесь. Задание поменялось, блин. Та-та-та-та-та-та-та. Где задание? 36-й уровень? Да. 77 метров, погнали. Шума не слышно, но, пожалуй, стоит осмотреться. Давай осмотримся. О, что-то есть. Разрытая могила. На кладбищенские воры все-таки стараются не шуметь. Какие-то следы. Только здоровья, прошу. И куда они ведут? Вытоптанная трава и панталоны. Нет, он имел в виду другие звуки. Кладбище-то не маленькое. Простите. Сорванная щеколда. Кто-то пробрался на кладбище. Следов порядочно, но ничего определенного. Нужно вернуться, как стемнеет. Бутылки из-под длина, остатки еды. Шумная гулянка? Да нет, вряд ли. Там еще и вниз можно спуститься. О-о-о-о. О-о-о. Так, что у меня там? Кошка. Чтоб лучше видеть. То-то и не так, чтобы темно, но все равно удобнее будет. Тут много места-то. Может, найду что-нибудь интересное. Так, что тут у нас? Неплохо. О-о-о. Ой, как хорошо. Для создания брони потом все как хорошо пригодится. Что у нас в скелете? Так, ладно. Здесь это место все-таки соединяется. Вот здесь, например. Да, скорее всего, это большое соединенное место. Так, что у нас тут? Еще ингредиенты. Желтая краска. Это доспех. Спасибо. Так, наверное, стоит вот сюда зайти. Это кто такой? Это кто такой? А вы, господа, тоже на могилу к дедушке? Что, сука? Ты еще кто такой? Кто тебя послал? Так много вопросов и так мало ответов. Философ, сука, нашелся. Вали его, ребята! Он же тут в одно рыло! Эх, если бы мне давали по кроне всякий раз, когда приходится... Да, да, я тебе, блин, места вот вечно мало. Иди воюй, придурок. Эм... Эм... Красавчики. ладно не буду вас про гвинт загружать так а тут была и данная какое странное место что тоже закрыто конечно так но осталось там большой зал проверить и все по идее вот это да это ни с чем вы тут что делаете ребятки ой а вас тут много а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, если это были воры, то проблема решится. А если нет, то не решится. И то есть это не сильно влияет на мой вес. Последнее дело банды с... Брюс, этот напыщенный болван, снова пытается нас надуть, но в этот раз это ему с рук не сойдет. Берите Кайло лопату и нанесите визит нашей покойной атаманше. Ее кошачья морда даже при жизни мне была отвратительна, так что от самой мысли, что мне ее придется лицезреть, после смерти меня просто кровавый понос прохватывает. Заберите фамильные безделушки, жемчуг и другие драгоценности, которые этот идиот Брюс бросил ей в могилу. Если это херопутало шатается где-то по кладбищу, то сверните ему же Робин Пэс. Похоже, с тех пор, как Селина умерла, этот малый все шивается на кладбище, за стенами, воет на луну или чем он там занимается. Если я разбираюсь в жизни в ней, а я в ней разбираюсь, у него при себе должен быть ключ от сундука, что мы зарыли с этой сучкой. Можно облегчить его страдания. Отправьте его в озеро, если, конечно, он сам туда не сиганул. Не сильно все понятно. Может быть, кстати, это продолжение того квеста, связанного с этим... Глядя, я там на кладбище искал этого чувака, который делал всякие мутации. По-моему, я что-то такое встречал. А может быть и нет. Это уже, честно. Давно это было? Ладно, попробуем выбраться. А тут последняя у меня кошка. Но все равно помедитируем, и все восстановится. Хотя, подождите. Точно ли это все в одно место ведет? Ну, хотя да. Да. Вот. Присаживаемся и до ночи. Или не до ночи. Не знаю. Пусть будет так. Твою мать, опять кто-то долбит. Звук, кажется, идет из катакомб. Класс. Так вот, откуда этот шок. Откуда? Странно. На логово кладбищенские бабы тоже не похоже. Здесь покоится Марго де Карентен. Разбитая посуда. Чтобы-то кто-то ее швырнуло в стену. Луи де Карентен почил день поминовения святого Бендера. Хм. Звук доносился откуда-то оттуда. Довольно свежая. Похороны были недавно. Не этот. Могут быть кладбищенские воры. Узолоченный подсвечник они бы тут не оставили. Ни чудовищ, ни кладбищенских воров. Просто небольшой бардак. Может, это все-таки не здесь? Странно. Быть не может. Шум явно доносится из этого склепа. Но кто вылезет? Киса. Привет, киса. Че-то я ничего не понимаю. Там же нету, правда, никого. Что-то здесь не так. Надо подождать развитие событий. Спрятался прям. А ты только и знал, что целыми днями играть в эти карты. Как краснолюд какой-то. Тьфу! Уж всяко лучше, чем стоять у дверей храма Лебеды и бормотать молитвы с утра до ночи. Неблагодарный! Я за тебя молилась, чтобы ты сбросил с тебя Ермо Азарта! Вот, видать, и намолила. Услышали боги твои причитания? Вот и радуйся, что муж твой помер. А тебе чего? Здесь частная беседа. О чем вы, собственно, спорите? Не твое дело! Может, вам помочь? Не знаю, кто ты, но ты обязан мне помочь. Не желаю целую вечность лежать рядом с этим безбожником. Убери его из моего склепа! А в чем тут, собственно, дело? Это мой склеп, а эта швабра даже после смерти не отцепится, так и будет мне плешь проедать. Куда я смотрела, когда за него выходила? Ты даже собственное дитя бы в гвинт проиграл, неблагодарная ты свинья! Да было-то, сука, всего раз, и то в шутку. Но сколько раз повторять? А кто все наше имущество на статую лебеды пожертвовал? Это благая цель. Святость пророка навеки изменила бы этот край азарта и ереси. Откуда мне было знать, что они мошенники? А я не говорил, и всего-то раз в пятьсот! Тихо! Успокойтесь оба! Так, чей это, собственно, склеп? Как это чей? Мой? Фамильный? Склеп до Каринтенов? Читать не умеешь! Да, но его выкупили у кредиторов за мое преданное! Так, пока вы тут вдвоем, мира и покоя не будет. Придется одного из вас переселить. Да, убери его! И если уберешь, я скажу, где спрятала его счастливые карты для гвинта. Так и знал, что это ты! Значит, мало того, что выкинешь меня из собственного склепа, так еще моими картами расплатишься! Сейчас меня, Кондратьей, хватит! Добыли бы меня эти карты на турнире в Бельхавене, я бы до сих пор жив был! Все из-за тебя, овца чумная! Из-за тебя меня зарезали! Тебя за долги убили! Нечего меня приплетать! Мужик, ты же не станешь слушать эту старую ханжу? Кажется, я знаю, где она спрятала карты. Сам тебе их отдам. Только убери ее отсюда. Мне придется подумать. Ну ладно, одного из них надо переместить. Ну я вот чисто проверю, знает ли он, куда она их могла спрятать или нет. Да, да не будешь ты играть на деньги! А потом добавил, не то для меня ничего не тратится. Помолитесь пророку Лебеде за его душу. Не буду с тобой больше разговаривать. Ну уж нет, старая пересница! Это я с тобой не буду разговаривать! Вносим бабку. Бабка больная, я чувствую. Нет, подожди. Уж если ты на это решился, подыщи мне какое-нибудь приятное место. Мне без разницы. Куда отправиться? Отнеси меня к могиле моей матери. Это на старом кладбище, сразу за стенами. Хорошее место, почти у самого озера. И растительность там исключительная. Исключительная? Можно конкретнее? Она находится под раскидистым каштаном. На надгробии начертанной именно моей матушки, Мишлин Бельрос. Как же я ее не послушала? А ведь она меня так насчет него предупреждала. Слышь, карту давай. Наконец-то покой. Карты давай, мать твою. Наконец-то покой. Ладно. Я сохранился, я... Донесу это самое говно до нужного места, потом вернусь сюда за награду. Где ж такое, Итана? Рыцари вино торгуют. А, простые люди... Об этом месте и говорил Марго. И где могила? Марго говорила, что под каштаном. Под каштаном, где каштан? Здесь покоится побудение ГХС Франциско, Де Паула Хвана, Непомусена, Мария. Мастер Гаминчик, Фарамонт, во всем свете славный реставратор Гвардзе Браглярского. Ты здесь? Погиб трактически, не дождавшись завершения строительства. Ну, тут. Все, проехали. Ну, проверим. Мужик, если мне придется загружаться из-за тебя, я буду очень недоволен. Ну, давай, давай, дверь застрянет еще, конечно. Я вынес урну с прахом, Марго, как ты хотят. Уи, здесь? Да, мог бы и догадаться, что на меня надует. Ну, значит, поговорим по-другому. И как мне заставить его показаться? Умоляю, верни меня на место. Да, я тебе набрал, понятия не имею, где эти карты, но... Ну, сейчас я что-нибудь придумаю. Погоди чуток. Есть. Есть такой оружейник. Трентин. Я его как-то обыграл в гвинт. А поскольку денег у него не было, он пообещал мне отличный меч. Чуть ли не лучший в его коллекции. Я взыскать долг уже не успел, но ты скажи ему, что тебя прислал Луи де Куринтен. Спокойный Луи де Куринтен. Хм, ну с этим могут быть проблемы. Но если... если... Вот, Трентин. Он запойный игрок. Жена его заставила лечиться. Гипноз, все такое. А теперь свято верит, что он карт не касается. Если она узнает, что Трентин по-прежнему играет в карты, тогда ему хана. А, спасибо. Да в жопу мне не нужен этот меч. Вот что за говно. Поверишь, мудаку. И загружайся. И об час еще и мужик такой скажет, «А, ты меня отнеси куда-нибудь в удобное место, об стену урну». Потому что нечего врать. Не нужен мне меч. Зачем мне меч, если у меня ведьмачьи мечи? Остальных мечей постоянно множество. Только и дают какие-то там улучшенные от того, улучшенные от того. Разница-то какая. Все равно же не буду их носить. Надеюсь, бабка тоже не скажет. Я вообще-то про карты наврала, наврала. Я их на самом деле сожгла, сожгла. Боже мой, ну она так долго загружает. Это просто невыносимо. И лег пророк Лебеда. Да не будешь ты играть на деньги. А потом добавит. Значит, ты все-таки дал ей себя. Эх, сука. Ну ладно. Слушай, есть у меня к тебе маленькая просьба. Будь человеком. Перенеси меня в зал Баклерского общества любителей Гвинта. Оно тут недалеко. Ты был его членом? Вот как раз нет. Но приятно было бы. А если я к ним после смерти вступлю, никто и возражать не станет. Я так точно не стану. Я этим займусь. Где зал? Как спустишься в катакомбы, иди прямо. Вход в зал в начале коридора. По правую руку. Спасибо тебе. Так, ну все. Зал не зал. Давайте сделаем перерывчик. Следующей части это доделаем. И, ну пока всем спасибо за просмотр, удачи и пока. Увидимся в следующей части.